К уборке картофеля в совхозе Лицкий приступили в начале сентября. Урожайность второго хлеба радует аграриев. На картофельных полях хозяйства с раннего утра и до позднего вечера кипит работа. Темп задан хороший. Главное его сохранить и при этом не потерять в качестве. Осталось не так много времени. Собрать выращенный урожай нужно до холодов. В этом году у нас отведено под картофели 80 гектаров земли. По сравнению с прошлым годом это на 10 гектар больше. Пока что предприятие выкопало 30 гектар на сегодняшний день. Урожайность у нас составляет где-то в районе 310 центнеров с гектара. В совхозе Лицкий картофель убирают механизированным способом и вручную. Современная техника позволяет получить урожай с минимальными потерями. А аграрии и хозяйства отвечают за качество. В нынешнем сезоне на полях сельхозпредприятия задействовано 9 единиц техники. Две машины у нас ЗИЛ. Одна и вторая ГАЗ-52. Также задействован у нас трактор МТЗ-1221 с комбайном ККБ-2. Еще в помощь у нас приехали сельхозтехники, два механизатора, а также с льнозавода. В совхозе Лицкий упор сделан на сорта белорусской селекции. Здесь выращивают скарб, овацию, манифест и нару. Они проверены временем и пользуются спросом у покупателей. Эти сорта картофеля обладают хорошими вкусовыми качествами и товарным видом. Урожай из полей поступает в картофелехранилище, в которых корнеплоды сортируются, просушиваются и сохраняются до их реализации. Сразу чистый картофель отправляется на линию, после чего залаживается в помещение. Также спод комбайна у нас ручная переборка, сразу на картофелехранилище отбираются камни и также залаживаем уже отдельно. Каждый год на уборке картофеля трудятся не только местные жители, но и учащиеся Лицкого государственного технологического колледжа. Молодые люди работают на совесть и стараются оказать достойную помощь аграриям. Ребята уже доказали себе и окружающим. Они готовы к физическим нагрузкам и личной ответственности. Хорошо, что они приезжают, им тут и опыт, они же там изучают тоже щелькостехнику. Тут увидят, как она в работе себя проявляет. Тот же комбайн. Мастер производственного обучения Лицкого государственного технологического колледжа Сергей Акуневич отмечает, Помощь хозяйству оказывается добровольна. Ребята охотно откликаются на предложение поработать и с удовольствием приезжают на уборку картофеля. 151 группа копает и 152. Помогаем борщем. Мы в больчишках работали три недели. 54 неделю здесь убираем картошку. Зато мы получаем 46 рублей. Детки могут заработать. Если будут работать хорошо, то заработают. Юноши понимают, что от их личного вклада зависит общий результат. Они с энтузиазмом работают в сельхозпредприятии и зарабатывают свои первые деньги. Молодых людей здесь устраивают и оплата, и условия труда. Вообще хорошо, что мы можем поехать, немного заработать. Платье тут, в принципе, неплохо. Работа тоже не очень тяжелая. Сложности. Единственное, что прохладно немного и сыро. А так, в принципе, все отлично. Мы работаем примерно месяц. До этого было на больчишках и сейчас здесь. Ну, в принципе, не сложно так. Если постараться, то все получится. Ну и денег-то работать тоже не лишнее будет. Есть, конечно, активные участники, которые в хорошем темпе работают. Но, конечно, затягивается все быстро и работаем только в одну смену. Так бы хотелось больше работать, но не получается. Завершить уборку второго хлеба в совхозе Лицкий планируют до конца октября. Крупный картофель пойдет на продовольственные цели. Семенной оставят для посадки, а мелкие корнеплоды используют на корм скоту.